Похожу месячишко на это сраное дзюдо, а потом уйду, а кимоно-то останется, а оно такой же свито, только поплотнее. Я музыкант, мне нельзя драться там. Я пробежал кроссы, подтягивался до тех пор, пока меня не остановили, кидался гранатами прицельно в учительницу, пока она наконец не отошла в сторону. Ну, в общем, детство у меня проходило довольно своеобразно. Самая дорогая у человека жизнь, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Ну, я бы не сказал. Я учился в школе казарминого типа, можно сказать, которая носила смешное название «Хоровая капелла мальчиков», то есть российского хорового общества. Всем кажется, сразу такой налет, я музыкант, мне нельзя драться там, и все такое. Но на самом деле там били смертным боем, была дедовщина зверская. И, ну, друзья были в классе, конечно, но, в принципе, выяснение отношения путем битья друг к дружке морды почему-то было какой-то нормой. Вероятно, это вот специфика мужского общества, где нет девочек. Хотя мне не с чем сравнить, я не знаю, как это, учиться вместе с девочками в младший класс, может, и там морду другую руку бьют. А, например, во дворе у меня очень долго не было друзей, я ходил такого какого-то ботанического вида тип, был очень загружен, у меня была музыка, у меня было дзюдо шесть раз в неделю, у меня был английский язык. Поэтому, говоря, вообще, пока мы не купили собаку, и как собачник я не познакомился уже с кем-то там тоже гуляющими во дворе своими там питомцами, у меня как-то не складывались отношения. Не, я старался как-то выйти в каникулы с кем-то подружиться, но там пару каких-то мелких конфликтов со мной ботанического вида привел к каким-то неправильным последствиям. Какой-то местный хулиган попытался мне накернить и схватил меня за грудки, какого-то цвета по-детски, полез сделать стальной зажим, я его бросил передней подножкой об асфальт, он как неудачно ушибся. На этом у меня возник образ отмороженной девочки из аниме с такими глазами, портфелем, с устрашающим каким-то арсеналом. И со мной вообще, в принципе, старались не дружить, не связываться, я выходил как в киберпанке, так пусто вокруг, как-то, ну, шел в неизвестном направлении. Вот только уже, наверное, ближе к подростковому возрасту у меня появились друзья во дворе. А так у меня в основном, кстати, друзья были из секции дзюдо, на которой действительно такой, поэтому спорт для меня представляет такую очень важную вещь в жизни. То есть это были и мои друзья, это во многом, у нас был наш тренер, вот по дзюдо Робов Александр Анатонович, он великолепный педагог, он до сих пор тренирует детей, я к нему заезжал как-то. Там все то же самое, дети делают уроки, прям на матах где-то в углу, он следит за этим, чтобы они успевали выполнять эти домашние задания, он там кормит кое-то, то есть там целый детский клуб всегда был, и у нас было все именно так. Мне очень повезло было попасть такому человеку в коллектив, во многом я даже как бы это не заслуживал, потому что я был довольно ленивый, не очень надежный тип в плане соревнователям и еще что-то. Но вот секция дзюдо для меня была как дом родной, я мог уйти туда в тот день, когда у меня не было никаких дополнительных занятий, сразу после школы уйти и вернуться поздно-поздно вечером, родители знали, что я нахожусь в надежном месте, в надежных руках, и у меня там было несколько тренировок, мы играли во всякую монополию и прочее, ну и естественно возникло чувство плеча, я не боялся местное хулиганье потом абсолютно, потому что когда мы шли с тренировки, драться не хотелось, потому что мы устали, но вообще с нами довольно редко связывались, потому что разного возраста была компания, и накоставлять мы могли довольно капитально, вообще практически любой какой-то местный вот этой, по тем временам смешной группировочки, с какого района и так далее. Но вот нас не спрашивали, с какого мы района, все в принципе знали, с какого, из какой мы секции, поэтому все было очень здорово. Ну вот так вот я как-то избежал дружбы дворовой, может быть это пошло мне на пользу, а хрен он знает, может и нет, может нормальные ребята попались бы. Но так у меня очень загружено в этом плане было детство. Дзюдо очень сильно выручал, потому что если бы не было бы его, я был бы реально какой-нибудь сейчас жирный ботанюга. То, что музыка, языки, занятия, увлечения, какие-то кружки астрономические, еще прочее дерьмо, это все очень важные вещи, но я бы развился бы однозначно однобок. А вся неделя тренировок по вечерам, она, конечно, давала мне очень хороший выход энергии и атлетическую какую-то составляющую. Физкультура у меня была, конечно, ко мне никто тоже в школе не связывался. Последние два года в школе физкультурница вообще попросила меня не ходить на занятия, мы с ней не ладили. Она попросила сдать нормативы в конце года, я приколоса, причем двое ребят, которые тоже конфликтанули с ней, но узнав об этом, сразу быстренько слились, потому что им не улыбалось. Пробежать в последний день года, все кроссы, сделать все нормативы, а я сделал, на это собралось полкласса поглазеть по скалиться, я пробежал кроссы, подтягивался до тех пор, пока меня не остановили, и кидался гранатами прицельно в учительницу, пока она, наконец, не отошла в сторону. Ну, в общем, дзюдо давало мне очень много, как бы хорошо не пришив учительницу, сейчас бы преподавал дзюдо где-нибудь в ВТУ. Но так детство у меня проходило довольно своеобразно. К тому же я учился очень далеко от дома, я жил в Чертаново и тренировался в Чертаново, а ездил на Пушкинскую учиться, поэтому у меня времени не было вообще абсолютно, не произошло из-за этого так плотного знакомства с наркотиками, алкоголем, как у него нет, ну, так или иначе, поэтому я считаю, что такая вот загруженность и секция дзюдо мне, в принципе, в достаточной степени заполняла мою жизнь. Не нуждался я, в общем-то, в друзьях с подъезда, особо сильно, кроме каникулярных каких-то периодов. Ну, так-так. Я, конечно, хотел заниматься каратэ, но... Ну, тебе должны были подойти и сказать, дзюдо говно, вот каратэ сейчас... Блин, началось даже интересней. Я как раз хотел в каратэ. Вообще, я начал заниматься в первом классе боксом. Но как-то бокс не пошел, потому что чуваки постарше лупили по роже капитально, хотя занимался я у очень талантливого тренера, боксера-легковеса Шейнкмана Леонида Соломоновича. Но я пришел рановато со своим другом, и получилось, что нас ребята постарше, ну, такие же отбитые, которые изображали своих старших отбитых товарищей, могли просто врезать так, что я приходил домой с какой-нибудь рассеченной бровью, ухом там или еще чего-то. Нет, тренер их за это гонял, но неважно, за этим не уследишь. И почему-то в секции бокса, там, на Нагорной, у нас было одно время обидным таким... Это был тренд обидных выражений сказать, что ушел в борьбу. И в какой-то момент моим родителям надоело, что меня там месят, я там прихожу, у меня башка болит, еще чего-то. Я вообще захотел заниматься каратэ. Тогда как раз началась оттепель вот эта каратэшная. Появились в московском комсомольце страшные всякие интересные заметки про каратэ, выдумка, фуфло и прочая хрень. Кто там периодически публиковал, там, Иосиф Линдер какие-то шняги, там, Маслов, еще что-то. На то время, когда ушу, каратэ, кунг-фу, ниндзя, у всех там видеосалоны, все вообще тащатся, как удав по стеклователю, по этой хреновине. Будучи ребенком маленьким, я считал второклассником, что, ну, каратэ это кимоно, кимоно это каратэ. Это было тождественно для меня, и я к маме все пристал купить не кимоно. Мама как-то старалась от этой темы уйти в стороночку, что, ну, какие-то странные требования. Однажды мы в магазине Олимп на Пресне, на Красной Пресне, зашли в магазин Олимп спортивный, и там висело уродливое, кошмарное, это вообще жуткого качества советское кимоно для дзюдо. О, плетенка была удивительная, я еще помню, НПО Земля, по-моему, производила какой-то ад, на нем было написано, несмываемо, где-то изнутри. Ну, я уломал таки маму купить себе это кимоно, я пристал, мама, мама, кимоно, кимоно, мама сказала, ну, слушай, давай так, написано, костюм для дзюдо, у нас рядом с домом секция дзюдо, то есть вот дай бог здоровья маме, это она меня фактически привела в дзюдо. Я дзюдо воспринимал как какая-то хрень, вообще, какая-то олимпийская, что, ну, каратэ, где, уха, ну, и все такое. Я получил это кимоно, которое, кстати, дорого стоило по тем временам, покрасовался в нем, а я подумал, как, ладно, пойду навстречу маме, договор надо как-то соблюдать, похожу месячишко на это сраное дзюдо, а потом уйду, а кимоно-то останется, а оно такое же сидит, а только поплотнее. Пришли мы в эту секцию, меня приняли, мне очень понравился тренер, вот тот самый Рогов Александр Антонович, и я завис, мне понравилось, и я понял, что дзюдо это никакое не фуфло, и в среднем я ни капли не жалею. У нас была там, в принципе, удар, как нам приходили и каратисты по тем временам, вообще-то так или иначе всю эту фигню мы пробовали, поэтому и со временем и уже не фигню, когда появились серьезные стили в каратэ, в СССР, ну, уже позднее в РФ, там появился кудо, появился кокусин, а до этого, ну, мы так или иначе понемножечку кривлялись в каратэ, но каратэ в этом плане, желание заниматься каратэ привело меня в дзюдо, и я об этом ни капли не жалею, но иногда до сих пор, когда у меня все болит, все хрустит, мне больно, и я вспоминаю это проклятое кимоно, и думаю, лучше бы я теннисную ракетку просил, у меня хотя бы был бы сраный локоть теннисиста, а не вот это все, что у меня сейчас, но это минутки слабости, я вспоминаю, проклинаю это кимоно, магазин Олимп, красную пресню и так далее, но потом это все проходит, и тем не менее, в общем и целом, я, конечно, доволен, что так получилось. Хотел с кимоно, хотел с каратэ, а получилось дзюдо. Представляешь, если ты пошел в каратэ, сейчас бы ходил с каким-нибудь золотым поясом, с черной вышивкой, с инвизиным видом. Ну, может быть, нет, я все-таки верю, что, может быть, мне повезло попасть в конечном счете в какой-нибудь серьезный стиль. Кочергину, короче. Да, Кочергину, да, классно, КНКО, все такое, нет, до этого бы дело не дошло, и мне почему-то хочется верить, что тогда бы я попал в компанию к таким ребятам, как Макс Бакушин, Пеплов, Макс Дедик, да, к таким ребятам. Я думаю, все равно бы этот поиск и желание заниматься серьезным спортом меня бы привело именно к ним, а не к каким-то тем подозрительным чувакам, которые там корчатся, кривляются, а на самом деле награждают друг друга действительно всякими разнообразными поясами, а при этом, выйдя на мат, там сено-солому, путают право-слево, там не могут разминку мою сделать. Поэтому я думаю, что и в карате было бы все хорошо, но я доволен тем, что, хоть я ничего, если я не представляю в дзюдо, но меня это заняло очень большую часть жизни, и я благодарен тем людям, которые у меня вот на этом пути у меня попадались, искренне. То есть во многом то, что я есть сейчас, это их заслуга, ну, помимо заслуги родителей, так что.